На портал Добродел из Одинцовского района поступило более трех с половиной тысяч обращений. Чаще всего по-прежнему жалуются жители городского поселения Одинцова. Рейтинг проблем возглавляют такие категории, как дворы, территорию общего пользования, многоквартирные дома и автодороги. На все жалобы ответы даны были вовремя, кроме одной адресованной Управлению образования района. В ней житель поселка Горки-10 интересовался, когда на территории местной школы будет установлено освещение. Ответ был дан в срок, заявитель не устроил в ответе отсутствие конкретного срока в установке. И мы потом подготовили ответ на срок установки освещения за исключение от кончания ремонта стадиона. Работа на стадионе завершаться в начале ноября, тогда же объект будет полностью освещен. Просрочек, впрочем, как и отписок на обращение граждан быть не должно. То же касается и работы с проблемными постами и комментариями в социальных сетях. На ответ чиновникам отводится один час. За две недели в Одинцовских соцсетях было поднято немало острых тем. Например, навалы мусора недалеко от ЖК Одинбург должны были ликвидировать, но вместо этого они только выросли. Я знаю, полиция занимается. Павел Вячеславович приглашает в очередной раз собственника помещения, собственника земельного участка. И давайте в жестком формате реагировать на то, что наша договоренность, наша дорожная карта не выполняется. Поворот к зданию детской школы искусств Сможайского шоссе и пробка, вызванная его запретом, должны стать предметом обсуждения на районной комиссии по безопасности дорожного движения. Такое поручение дал глава муниципалитета Андрей Иванов. Прошу тогда собрать комиссию по безопасности дорожного движения, вынести этот вопрос к обсуждению. И давайте найдем компромиссное решение или по светофору, или все-таки по поворотам, если нормы безопасности не будут нарушены. Также глава муниципалитета подвел итоги велообъезда проблемных мест второго микрорайона, который прошел накануне совещания. Здесь мы увидели ту же картину, что и в других ранее посещенных уже микрорайонах города Одинцово. Во-первых, это хаотичная торговая, с выставленными холодильниками, развалами, непонятными вывесками. Тут же и мусор около этих холодильников. Узкие проезды, нехватка парковочных мест и, как следствие, автомобили, припаркованные на газонах и детских площадках. Эти проблемы Иванов призвал городских властей решать, по примеру, старого и нового городка в Никольском. На совещании также обсудили ремонт образовательных учреждений района. Работы в общей сложности почти на 420 миллионов рублей в этом году прошли в 29 образовательных учреждениях. На сегодняшний день, Андрей Ройкович, все основные работы по ремонту завершены. За исключением капитального ремонта Барвихинской школы, внутренние работы на 95% завершены. И в каникулярное время в рамках капитального ремонта заканчиваются дополнительные работы. Стадион, планируемая ожидаемая дата окончания работы, это середина ноября. Текущий ремонт во всех образовательных учреждениях также завершен. Осталось лишь установить малоархитектурные формы. Это планируется сделать до 25 октября. Ошибки, которые были допущены в этом году, необходимо учесть в дальнейшем, чтобы все ремонтные работы в школах и детских садах успеть закончить до 1 сентября.